МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала 24КЗ продолжает программа подробно. Здравствуйте! В Болгарии нашли могилу вампира. Во время раскопок средневекового некрополя близ города Созополь были обнаружены два скелета, мужской и женский. Грудные клетки которых пронзены заточенными железными штырями. Именно так во времена Средневековья живые старались обезопасить себя от хищных мертвых, которые, как считалось, могли нанести им вред даже из могил. Предполагаемый вампир был нерядовым бурдалаком. Время и место захоронения позволяют сделать вывод, что это могила некоего Кривича, градоначальника Созополя и по совместительству известного пирата. Действительно ли существуют вампиры, или же это все-таки плод воображения человеческой фантазии, постараемся разобраться сегодня в программе «Подробно». В наши дни страшилками о вампирах уже вряд ли кого-то можно напугать. Значение слова «вурдалак» давно уже сильно видоизменилось и проникло в сферы жизни, никак не связанные с упырями, выползающими по ночам из клепов, чтобы полакомиться кровью мирных граждан. Созопольская находка лишний раз подтверждает, что славянские Балканы, а также Центральная и Восточная Европа были тем резервуаром, из которого мифы о вампирах распространялись по всему миру, принимая подчас форму настоящих массовых истерий. Охота на неуловимых кровопийц велась даже на государственном уровне. Издавались законы, призванные обезопасить живых от мертвых. Самый известный вампир всех времен и народов это, конечно же, Влад III Цепеш, более известный как граф Дракула. Получивший неоднозначную репутацию еще при жизни, сын дракона, а именно так с румынского переводится Дракула, даже неизвестно, где захоронен. Место погребения Влада Цепеша в строжайшей тайне держали его родственники в нескольких поколениях, до тех пор, пока не иссякло число желающих разобраться с покойным графом. Если в Восточной Европе умерших вурдалаков прокалывали копьями или железными штырями, то в других частях Старого Света предполагаемым упырям клали в рот камни. Об этом свидетельствуют раскопки ирландских и итальянских археологов. Год назад на Британском острове были найдены два мужских скелета с большими черными камнями в полость рта. А уже в 2014-м археологам Флоренции удалось обнаружить захоронение женщины, ставленным между челюстей предметом, напоминающим кирпич. Что и говорить, тема вампиризма в Средневековье была на самом деле весьма актуальной. Отношение к этой проблеме более чем серьезное. Но насколько обоснованными выглядели подозрения и обвинения неугодных обществу людей в том, что они были вурдалаками? По мнению антропологов, происхождение мифа о вампирах напрямую связано с эпидемиями чумы, свирепствовавшей в Европе в период с 14 по 18 век. Дело в том, что умершие от чумы разлагаются не так, как обычно, когда во вскрытых могилах находили раздутые тела со все еще растущими волосами, у людей создавалось полное впечатление, что покойники по-прежнему живы. Выходит, элементарное невежество и привело к возникновению небылиц, а человеке, сосущим кровь, у себе подобных. Однако вера в вампиров существует до сих пор. В 70-х годах 20 века английской прессой активно распространялись слухи об охотящемся упыре на одном из кладбищ Лондона. В начале 2003-го истерия по поводу так называемых атак вампиров распространялась по африканской стране Малави. Толпа забила насмерть камнями одного и напала еще на четверых человек, включая губернатора Эрика Чивая, основываясь на убеждении, что правительство было в сговоре с вампирами. Через год в Румынии родственники некоего Тома Фетре опасались, что он стал вампиром. И когда тот умер, вытащили его труп, вырвали сердце, сожгли его и смешали пепел с водой, чтобы потом все это выпить. О существовании нечистой силы заговорили даже в научных кругах. Имеющий докторскую степень американский физик-математик Костас Эфтимию издал статью, в которой попытался разоблачить особенности питания вампиров, утверждая, что если каждое его кормление порождает еще одного кровопийцу, то это лишь вопрос времени, когда все население Земли будет сплошь состоять из упырей. Впрочем, тот же Костас Эфтимию не исключает возможности, что вампиры истребят сами себя. Будем в это верить. На этом все. Напоминаю, что все наши программы вы можете посмотреть и обсудить в аккаунтах подробно в популярных социальных сетях. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова